Новое кладбище, подготовка к зиме и благоустройство города. В мэрии Магадана состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей коммунальных служб и ресурсных организаций. Специалисты отчитались главе города о текущих результатах и озвучили перспективные планы по благоустройству и строительству социально значимых объектов. Так завершено проектирование нового кладбища. Старый городской погост функционирует с 1984 года. Необходимое строительство нового кладбища обусловлено тем, что сейчас там покоится более 32 тысяч человек. Инфраструктура значительно устарела, кроме того, оно ежегодно страдает от подтоплений. На новом кладбище будут предусмотрены места под колумбарий, часовню, где могли бы отпевать покойных и специализированные ларьки с цветами и другими товарами. «Предварительно это так, как мы и говорили. Это противоположная сопка на 14-м километре. Это нам обеспечит еще на 20 лет. На 20 лет позволит производить захоронение. Поэтому сейчас окончательно определимся и будем заниматься проектом». Говорили о важной теме в разрезе пришедших на Колыму похолоданий подготовки городских коммуникаций к зимнему периоду. Плановым ремонтом сетей занимается водоканал. Руководитель предприятия сообщил об ожидаемой доставке центрифуги для очистных сооружений. Применение этой установки позволит снизить содержание азота и фосфатов в сточных водах. «15 числа выпреждают специалисты-шерки-монтажники из Москвы. Они у нас уже были. Мы их сами вызывали. Это предварительно. Все определено. И по нашему плану две недели мы запускаем». Также затронули тему встреч с медведями и, как следствие, лесные пожары. Зачастую люди для того, чтобы отпугнуть животное в лесу, используют пиротехнические средства. Петарды и ракеты становятся причиной возгорания сланников в труднодоступных местах. Граждан убедительно просят с осторожностью отправляться за пределы города и особое внимание уделить собственной безопасности и безопасности окружающих.